Начинаем наш прекрасный марафон от носогубок. Привет от Татьяны, 49 лет, и мы с вами избавляемся от таких ненавистных носогубок, хотя, конечно же, они есть даже у детей. И, конечно, почему-то у детей они так смотрятся мило, а когда ты постарше становишься, они смотрятся как-то не очень-то мило. Почему? Потому что здесь фиброзируется вот эти все... Все это перенапряжение, вот это все вот так вот складывается, мышцы сюда, мышцы здесь сплетаются, и все фиброзируется, потому что копится излишнее напряжение и нарушается трофика ткани. Поэтому наша с вами задача не столько избавиться от носогубок, сколько сделать вот этот бортик мягче, чтобы он смотрелся более естественно, потому что прям совсем-совсем убрать носогубки и сделать вот такое себе круглое лицо, как блин, но это нереально. Мы живые люди, мы двигаемся, мы говорим. Наша задача убрать вот это вот неприятное напряжение. А как мы убираем напряжение? Начинаем изнутри позитивное мышление. И, конечно же, я напоминаю, что в нашем марафоне идет поддержка в Телеграм-канале, поэтому переходим в Телеграм-канал, где вы сможете задать свои вопросы по данному видео, что понятно, что непонятно, что не так получается, а что не получается. И поясните, пожалуйста, мне данную технику. Начинаем с вами массаж. Разогреваем ручки. И прогреваем лицо энергетикой своих прекрасных рук. Под руками расслабляется лицо, прогреваем все мышцы. Начинаем мягко-мягко дотрагиваться для того, чтобы пробудить все центры энергетические. И, конечно же, мы начинаем с вами с легкого лимфодренажа. Лимфодренаж. Подключичные лимфоузлы. Надключичные лимфоузлы. Шейка. Такой мягкий помпажик. Сделали галочку и ведем его вниз. 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 Здесь также отводим все вниз. Можете вот таким образом. Это совсем легкий лимфодренаж. Совсем базовый. Вот сюда, в данный уголок. Можем увести к подмышечным лимфоузлам, которые мы также с вами можем сделать легкий помпаж для лучшего эффекта. То есть, наш вектор движения такой. По шейке медленно сюда, в угол. И к подмышечным лимфоузлам. И делаем легкий лимфодренаж именно данной области, области носогубок вот таким образом. Для того, чтобы убрать нависание ткани. Потому что зачастую носогубки это еще и отек. Можно так, средним пальцем. Смотрите, отсюда. И прям бортик над носогубками. Мы отсюда выводим все болото. Все застоял, всю застоявшуюся межклеточную жидкость. Сюда. И вот таким образом. Сейчас мы с вами в данный момент работаем без масла, без крема. Поэтому наши движения вот такие, выжимающие. То, что у нас сейчас будет с вами именно расслабление мышц. Прием из скульптурного самомассажа. Итак, нам надо убрать напряжение здесь, уголка луб. Ну, сначала давайте по круговой мышце рта пройдемся. Потому что она перенапрягается, заворачивается внутрь. Нам важно ее привести к нормальной длине. Делайте очень медленно, не торопясь. Не форсируйте, не пугайте нервную систему. И еще раз. И начинаем с вами расслаблять все мышцы, которые вплетаются в мадиолус. Сначала мышцы депрессоры. Сюда они вплетаются. Затем щечные мышцы, большую скуловую и малую скуловую. Посмотрите, как они все вместе сюда вплетаются. И создается, конечно же, там, где соединяются мышцы, всегда копится огромное напряжение. И мы его будем убирать. Депрессоры. И идем к мадиолусу. Не пытайтесь захватить очень глубоко, если у вас ткани не пускают. Всегда работайте деликатно. В меру мягкости, либо твердости ваших тканей. Сейчас мы работаем с мышцей. Вот здесь она. Мышцы депрессора укорачиваются и тянут губы вниз. Вторая. И все лицо ходит вниз и оплывает. И носогубки контурируются. Также необходимо здесь проработать подбородок. Он также становится твердым и утягивает все ткани вниз и к середине. И носогубки контурируются еще больше. Прямо прорабатываете. Прямо прорабатываете эту мышцу. Теперь вот таким движением. Прямо сюда, там где заломчик, ставите и вот так слегка растягиваете. То есть мы не кожу тянем, а саму мышцу и идем вниз тоже, подбородку. То есть мы через кожу работаем с мышцей. Вы должны себе дать этот импульс. Затем идем к щечной группе. Сюда мы должны дойти именно по мышце. Секунду. Так, отсюда. Чтобы щечную мышцу лучше захватить и прям внутрь проникнуть, вы можете вот так голову наклонить, локти в упор на столе. И таким образом. То есть чтобы не было напряжения на шею, вы прям ровной спиной наклоняете слегка вперед на руки и у вас лучше проработается щечная мышца. Мы работаем именно вглубь. Проработали с одной стороны, прям мягко, медленно. Делайте в своем ритме. Если нашли болевую точку, вы на ней можете задержаться. Вы можете поставить данное видео на паузу и проработать мышцу дольше. Первый раз не переусердствуйте. И еще важный момент. Если вы почувствовали, что мышца уже начала как бы чесаться под вашими пальцами, то есть прям вот такое, аж она оживилась, значит все, пора прекращать ее проминать. Значит мы уже пробудили кровеносные сосудики, значит кровь там уже побежала. Все, работа началась. И вы уже не оставьте в покое мышцу. Работа там идет. Большая скуловая. Вот она отсюда. Вот уголка рта, отмоги волосы сюда. Должны прям вот внутрь. Так тоже можете голову прям на пальцы положить. И прорабатывать. Вот так. Делайте обязательно перед зеркалом. Не формируйте себе какие-либо новые заломы. Ну, так прям постойте. Вот она. И здесь. По мышце идете. Малая скуловая. Такой прием восьмерочка, да? Восьмерочка передаете. Вот таким образом. Или передачи. Вот в глубину прям мышца проработали. И тоже проработали. Далее мы с вами можем перейти к поверхностной работе. Смазываем лицо любым. Либо у меня масляная сыворотка с пакваторией. И я всегда делаю композицию. Добавляю лавандовое масло. Сейчас покажу. Эфирное лавандовое масло Дотеры. Кстати, напоминаю, что маслами Дотеры я занимаюсь. И у меня есть консультант Ирина. Я вам оставляю ее телефон. Масла вы можете заказать через меня. Через меня, через Ирину. Потому что и остерегайтесь подделок. Ради бога, не заказывайте вы на этих маркетплейсах. Масло лаванды очень хорошо тонизирует кожу. Расслабляет. Все делаем всегда с любовью к себе. Эфирные масла работают на клеточном уровне. Активируя энергию клетки. И возвращая ей тонус. Так, дальше мы с вами вот такое движение. От уголков рта сюда. Здесь мы спускаемся таким образом. Это у нас лимфодренаж. То есть сначала расслабляем. Здесь расслабляем. С носика мы уводим вот сюда, по данной траектории, лимфодренаж. Расслабляем модиолус. Таким образом. Чуть-чуть подальше от углов рта. И так. Расслабляем круговой мышц рта. Расслабляем. И теперь наша с вами задача проработать вот этот бортик над губой. И как мы его убираем? Ну, конечно же, мы с вами идем. Сначала расслабляем мышцы вокруг носа. Круговые движения. Таким образом. У крыльев носа прям раз 30 можете сделать. Потому что одна из главных причин носогубок это перенапряжение мышц, поднимающей крыло носа и углу губу, верхнюю губу. Она перенапрягается, вот сюда задирает. И вот вам носогубка за пятой. Наверх идем круговыми движениями. И лимфодренаж. И так раза три. Прям глубоко вот здесь по мышце. Прям хорошо-хорошо пройдитесь. И лимфодренаж. И еще разочек. Прокручиваем. Прям вкручиваемся, как буравчик. Внутрь мышцу расслабить нам надо. И лимфодренаж. Теперь дальше мы с вами. Как расслабить бортик? Как вернее убрать бортик? Мы его, во-первых, про лимфодренаж. Вы уже с вами можете еще разочек сделать. И вибрируем. Бортик убираем, убираем, убираем. Это нависание. Нам надо сгладить все. Дальше мы сделаем с вами такие легкие щипки. Печать. Печать. Печать над носогубкой. Вот где у нас заломчик. Прям над ней мы с вами ткани размягчаем. Наша задача именно сгладить. Потому что вот здесь у нас все скопилось. А мы с вами эту границу уменьшаем. Далее мы убираем фиброз. Наладим трофику ткани и убираем вот этот фиброз. Мое образование. Также прощипываем носогубку. Раза три можете по ней пройтись. Саму носогубку. Вытаскиваем ткани. Можно крупной печатью пройтись. То есть такая. Дальше мы с вами еще очень хорошо работает баночку. Такая маленькая. Разровняли и прям вытягиваете. Подержали, оставили. Подержали, оставили. Подержали. Вот эти залипшиеся ткани прям вытягиваете. Таким образом. Как стерочка стирает очень-очень хорошо. Тейп. Ой, тейп. Господи, я заговариваюсь. Гуаша. Либо так. Еще вы можете, как стерочка, использовать пальчик. Разровняли и прям поперек морщинки. С одной стороны и с другой точно так же. Очень хорошо тонизирует лицо. Вибрация. Сейчас не трогайте малярный жир. Пусть он остается на месте. Мы работаем под скуловой косточкой. Яблочки бережем. Их мы не лимфодренажем здесь. Никогда. То есть лимфодренаж мы делаем под скуловой областью. Повибрируйте по грудине. Чтобы тоже лимфочка хорошо у нас отошла. По шейке. Лоб вы можете расслабить вот таким образом. Смещаете ткани. Весь слой ткани. То есть не по коже мы делаем. Мы не трём. А именно смещаем все ткани. Можете вот так и... И всё. Наш массаж окончен. Напоминаю вам, что мы делаем данный массаж. После того, как вы почистили зубы. Тщательно умылись. И всё вот это масло мы с вами обязательно снимаем. И мы данный массаж очень глубокий. И вы делаете не чаще, чем раз в 5 дней. Потому что у него пролонгированный эффект. То есть вы его сделали. Глубинный самомассаж. И всё. Ваши ткани пробудились. И они у вас. Ткани начинают восстанавливаться. Что собственно и является процессом омоложения. И переходите в телеграм-канал. Потому что там мои кураторы, девочки, консультанты. Вас всегда проверят. Как вы сделали то или иное движение. И ответят на ваши вопросы. Потому что данный марафон идёт с поддержкой кураторов. Но только определённые даты. Потому что когда эти даты закончатся, конечно же, поддержки кураторов не будет. Но в телеграм-канал вы всё равно всегда можете прийти. Так что приходите. И неделю мы на ваши вопросы будем отвечать. С даты выхода этого видео. Какие есть ещё вопросы, запросы, обязательно спрашивайте. И не забывайте, что мы тренируем с вами позитивное мышление. И хорошей каждый день. С каждым днём мы всё лучше. Только расцветаем.